Итак, дорогие мои, информация по лунному затмению 27 июля 2018 года. Его называют судьбоносным. Такое затмение, которое произойдет 27 июля, это вообще первое затмение за последние 100 лет. Да, именно так. Полное затмение будет длиться аж 1 час 43 минуты. Это очень важное, влиятельное, одновременно опасное время, имейте в виду. Постарайтесь не поругаться, будьте, скажем так, выдержаны, воздержитесь. Лунное затмение всегда проходит, кстати, на полнолуние. Именно поэтому оно несет кардинальные перемены в нашу жизнь. Немножечко буквально скажу, что когда было солнечное затмение, моя собака ночью не спала. Она ходила, она меня дергала, лапой она меня поднимала. И, в общем-то, скажем, ночь прошла вот в таких вот. Я от нее, скажем так, отбрыкивалась. Лунное затмение пройдет в знаке Водолея. Происходить оно будет, как я сказала, затмение в полнолуние. Начало затмения 8.15 по Москве-Минску. Максимальная фаза это 27 июля 23.22 Москва-Минск. Окончание 28 июля в 2.28 Москва-Минск. Чтобы вы могли ориентироваться. Как повлияет затмение Луны на, скажем, нас? То есть уникальное лунное затмение будет буквально рушить все барьеры. И, естественно, старый порядок. Так что, если что-то вам надоело, готовьтесь. Какие же изменения оно принесет и куда? Это, скажем, такие сферы жизни, как свобода, развитие, реализация себя. Это прежде всего. Люди, ждущие кардинальной перестройки в их жизни. То есть вот те, кому что-то надоело, которым тяжело. Вот если у вас какие-то есть недовольства, по лунному затмению оно может уйти. То есть будет рушиться все. В чем не было стабильности, неискренние, негармоничные отношения. То есть нелюбимая какая-то работа, отношения. Нестабильные какие-то финансовые дела у многих уйдут. Какие-то неправильные цели. То есть если вы чем-то занимались, ну очень хотелось. Знаете, вот хочу быть артистом. Голоса нет, но хочу. Ну попробовал все, как говорится, обратно. Вот это может просто рухнуть. Особенно революционными будут изменения в работе и самореализации. Имейте в виду, это будет достаточно удачный период для изобретений, творческих дел, инноваций, работы в сфере IT. Поэтому айтишники, вы, как говорится, на гребне. Большие перемены коснутся новых идей, реализации, новых дел. Тел, достижений, целей. Многие проекты буквально выстрелят благодаря вот такому творческому подходу и нестандартным решениям. Это будет достаточно такое время, хорошее время прорыва. Но опять же хочу сказать, что имейте в виду, что если что-то вам уже оно себя изжило, оно вам не надо, но вы держитесь за него по лунному затмению. Ну оно просто-напросто вырвет у вас, как я говорю, с кровью, с мясом. Ну ничего страшного. В жизни женщин также будет много перемен, прежде всего это связанных с отношениями. Стоит помнить, что еще нам даст лунное затмение. Оно принесет нам, ну не всем, но в жизни многих людей конфликты, кризисы, ситуации, связанные с борьбой и соперничеством. То есть за место под солнцем. Многие люди окажутся прямо перед вот один на один со своими страхами. Здесь я хочу немножечко предупредить. Не надо бояться, надо с этим справиться. И коль вас трясет, у вас некие такие фобии появляются, что вот-вот, предчувствие, что что-то должно случиться. Ничего страшного, просто в вашем знаке, скажем, над вами топчутся какие-то транзиты, которые пытаются что-то изменить в вашей жизни. Подумайте. Потому что потом сознание начинает доставать такие проблемы или такие какие-то поступки, что не наломайте тоже дров. Идите себя спокойно. Важные перемены коснутся материальной стабильности вещей, именно тех вещей и той материальной стабильности, которую вы считали своей собственностью, но она может не быть вашим. Ну, попользовались, придется, наверное, отдать. Что еще? Можно будет по лунному затмению, конечно же, получить результаты своих прошлых стараний и работы. Это переход на некий новый уровень свободы, творчества, дохода, выйти за пределы возможностей и возможного. То есть это тот период, когда вас могут заметить, когда вас оценят и, возможно, куда-то даже позовут. Что еще такого? Во время влияния затмения, две недели до и две недели после него, можно будет разрушить вообще все мешающие ранее барьеры, как я уже сказала. Преодолеть препятствия, ограничения. То есть вот если вы чего-то хотите и, скажем, никак не решались, то это самое время. На что хочется еще обратить особое внимание? Пожалуйста, избегайте конфликтов, потому что вот эта вот нервозность, транзиты, которые будут идти через знаки, они, конечно, достаточно здорово будут давить на психику, я уже выше сказала. Не принимать важных решений и не начинать важных каких-то дел вблизи вот именно этого затмения. Не ссориться, быть крайне осторожными на дорогах, в толпе, в потенциально каких-то опасных местах. Например, метро не стойте рядышком с рельсами, потому что всякое может быть. Может ухудшиться состояние здоровья у многих. Стоит больше отдыхать, укреплять иммунитет, может быть, пить какие-то успокаивающие чаи, может быть, кому-то и выпить валерьяночки. Во время затмения, опять же, две недели до и две недели после, все люди будут очень эмоционально нестабильными. Тем более, что сладкая парочка Марс и Плутон также находятся рядышком, поэтому они очень низко будут к Земле и принесут ряд каких-то неудобств, какой-то нервозности. Поэтому держите себя в руках. Что еще нам даст лунное затмение? Давайте я подведу некий итог. Лунного затмения бояться не нужно. Это очень-очень хорошее время. Это то время, когда вы можете решить не все, но самые такие вот судьбоносные какие-то проблемы. То, что не удавалось, можно будет, оно будет решаться само собой, если Вселенная решит, что вам это надо. Единственное, что хочу попросить, держите себя, пожалуйста, в руках, относитесь уважительно к окружающему миру и к окружающим вас людям, сестрам, братьям, родителям, особенно. 2018 год – это год вообще, кстати, год сближения. Женщинам надо с мужчинами, с отцами навести порядок, если есть какие-то ссоры. А мужчинам с женщинами, ну и в браке, и, скажем, братья, сестры. Вот этого вот не должно быть никаких недолмовок, никаких скандалов. Держите себя в руках. Вообще время лучше отдохнуть, насладиться, скажем, летом. Но, опять же, избегайте каких-то конфликтов, шумных мест. Потому что даже тот же отдых в той же Турции и в других экзотических странах может… Ну вот уже сейчас мы слышим, что то люди потравились, то где-то не чисто, то обманы. А это будет, это будет еще достаточно долго. Удачи!